Итак, тема будет, как сказали, о бизнесе. Позабавило то, что ты ее охарактеризовал как упадческую эту сферу. Да, кризис коснулся, но тем не менее об этом я буду рассказывать. Но от этого она не стала менее продвинутой. И интерес все равно к ней есть однозначно. И я расскажу почему. Расскажу ли я, почему я здесь, вот это уже другой вопрос. Тем не менее, инфотехнологии в строительстве. Чего это касается, о чем я буду рассказывать, о чем, собственно, речь. То есть первое, что я хочу сказать, это что такое предприимчивое мышление, как вообще, скажем так, вас из сферы инфотехнологии перекинуть в какую-то другую сферу. И в частности в строительстве. Об этом я немножко расскажу. Сделаю вам обзор, что такое. Каски-воддаш. Нет, каска здесь не понадобится однозначно. А зачем тебе понадобится? Вот это ты его знаешь. Попохи. Где-нибудь в часах конец. Обзор рынка сделаю полный. Я имею ввиду не строительный, не инфотехнологий. А чтобы у вас было хоть как-то представление, что, куда, для чего, почему. Дальше о строительном рынке уже в частности поговорю, для чего он нужен, куда это двигается. Перейду на вектор развития, собственно, какие тенденции, к чему строительство идет с точки зрения инфотехнологий, не строительство. И позже, естественно, подведу итоги и расскажу о перспективах. Есть они? Нету? Ну, наверное, меня бы здесь не было, если бы не было каких-то перспектив. Может, ты ищешь, чтобы он не сперва? Хороший комментарий. Об этом я тоже, наверное, стоит упомянуть, потому что таких комментариев было два. Один комментарий был, мне очень понравился, Антон его представил, так как не вижу Антона, но тем не менее, вон он. Он представил такой, если ты хочешь узнать, сколько инфотехнолог зарабатывает, вряд ли кто-то этим поделится. Мне это не интересно. Больше того, я знаю, сколько, где, как, и даже это вам покажу, как это можно легко посчитать. Давайте начнем с того, что я начну о себе говорить, кто я такой, почему я имею наглость сюда выходить и говорить, что? Почему фото зимние? Фото не зимние, а осенние. У нас было весеннее, весеннее. Уже цветы цвели, у меня тут, если фотографию, рашли. Малитей пасмурный, а ты ручка. Но, нет, день, кстати, был солнечный. Ладно, тем не менее, родился я в Таллине, жил всегда здесь, учился тоже в Таллине, в 64-й школе, потом был в университете, в строительном факультете, в Таршине уехал, и, слава богу, остался в ТТУ. Дальше работал, работал в бетонном элементе, это для тех, кто, естественно, не знает, а я думаю, что здесь это 99,9. Бетонный элемент является лидером на своем рынке, это производство бетонных изделий. Дальше посидел там, посмотрел, доверили мне внедрение очень интересных программ, очень интересных тем, что они были просто кривые. Мы их, естественно, плавненько пытались вытеснить, писали их финны, если вам финны что-то пишут, вы это знаете. Они программировать, честно говоря, не умеют. Во всяком случае, не строительные индустрии. То есть, у нас будет одну процедуру, когда вы едете программировать. Я не знаю, русские, вот тут говорили про МГУ. Я думаю, что они умеют, но далеко это не уходит. Наша индустрия индустрия так соскучит, слову МГУ. Хорошо. Дальше я все-таки решил, что хватит мне заниматься в сфере целиком, в той, которую я начал. Мне там, кстати, доверили еще аудит фирмы, оттуда я знаю вообще про всю эту проблему. Внутренний аудит, то есть проверял всех от и до, разговаривал с начальником, и он мне отчитывался. Хорошая профессия аудита. Но, тем не менее, дальше я перешел в проектировочную компанию, при той же материнской компании, это консолис. И там занимался уже внутренним обучением персонала. Мы поднимали качество, мы думали о внедрении всяких разных программ. Но мне это наскучило, и я плавненько перешел. Нет. Мне это наскучило, и я плавненько пошел. Даже пригласили в ТТУ преподавать. Преподавался про мат. Если вы знаете, что такое строительство, наверное, это слышу. Самый сложный предмет, те, кто не знает. Матан. Что-что? Матан. Матан тоже сложный. Однозначно. Но здесь, честно говоря, я не знаю, в чем эта сложность, потому что мне это дается легко. Дальше я пошел в целый интерпроект. Там уже был ген подряд. Ген подряд отличался от производства панелей, чертежей тем, что теперь мне уже все подчиняются. Откровенно и радостно предлагали мне цены. Я им звонил, и за один телефонный звонок, в принципе, скидывал достаточно большие суммы. Самый большой проект, просто вам, чтобы сказать, 3 миллиона, не огромные деньги. Сразу говорю, в строительстве самый обычный проект это 60, но 3 миллиона для проектирования это, в принципе, даже неплохо. Самые дорогие проекты, они, наверное, максимум 20 миллионов. Больше не бывает. Больше не было средний 60. Нет, 60 в строительстве, на все строительство, скажем так, пятиэтажного дома на 2 подъезда. Это вот примерно его стоимость постройки, так сказать. Была. Ну, вот в этот момент наступил кризис. Кризис наступил, оставил меня, в принципе, без работы, но я был бы не я, я был бы не Авдеев, если бы не нашел себе сразу что-нибудь новое, что-нибудь интересное. И вот здесь вот началась моя эпопея, сюда, собственно говоря, потому что я начал думать о применении инфотехнологий для того, чтобы оптимизировать, улучшать и вести эту всю индустрию вперед. И в конечном итоге я, конечно, здесь оказался. И вот ТАЛОТ, ТАЛОТ это мое нынешнее место работы, послекризисное, так скажем, восстановление моих позиций. Сейчас работаю как проектировочный, как бы это сказать, руководитель проектировочных работ, то есть даю субпадрад работу, но самое главное, занимаюсь развитием фирмы, не с точки программирования. А вот же вы сейчас на грани банкрот служили? Очень много слухов, они все очень преждевременные, но, сказать сразу, в строительстве практически нет ни одной фирмы, которая была бы ни на грани банкротства, и об этом я тоже поговорю. Возможно, в состоянии. Это, да, естественное состояние, к нему уже за два года привыкли. Какой-то вопрос был? Нет? Не показалось? Ну, был, на самом деле, большая заметка, точно кредит прошел, то есть это... Об этом я тоже, наверное, немножко поговорю, попозже. Хорошо. Ладно, тем не менее, дальше, когда кризис наступил, я поехал отдохнуть, отдохнуть. Вот это вас тоже касается немножко, потому что сейчас вы тоже в некотором роде отдыхаете, наконец-то, от своих инфотехнологий. Послушайте, что творится вокруг. Любой отдых, хороший отдых, приводит к тому, что возникают новые мысли. Я надеюсь, очень надеюсь, что у вас новые мысли тоже могут возникнуть. Не обязательно насчет строительства. Но я, так как я специалист строительства, я, наверное, буду говорить в частности только об этом. И вот, когда я отдыхал, очень много было размышлений, кто я, зачем я, куда я стремлюсь, и, собственно говоря, кем буду. И вот, кем буду в течение ближайших пяти лет. Я подумал, буду ли я проектировщиком в эти пять лет? И точный ответ был нет. Буду ли я программистом? Тебе ответ. Нет. Мне все равно. Ни в коем случае. Слава Богу. Тем не менее, кем буду это однозначно запускать свое собственное дело. Больше того, чем больше я думал о собственном деле, тем дальше я уходил от строительства. Но, тем не менее, основной проект у меня как раз его касается. Им я сейчас очень-очень-очень глубоко, так скажем, занимаюсь уже в течение года. Один вам комментарий. Если вы будете начинать свое собственное дело, не ждите никаких результатов в течение года. Потому что их не будет. Мы сейчас с моим партнером дошли только до прототипа. Я думаю, наркотики продавать можно очень быстро. Это неинтересно. Но, тем не менее, тут еще маленькая переписка, которая явно не видна на дальнем ряду. Чисто посмеяться, что когда я подумал, 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 и вот эта вот идея начала возникать, ну реально, обречен заработать миллиард. И вот к этому я пришел. Нет, это далеко не наркотики. Наркотики столько денег не дают. Миллиардеры есть. Замечу, все миллиардеры, которые существуют, ну большинство из них, во-первых, начинали с того, что реформировали реальный рынок. То есть тот, что устоялся, они были, пробивали его сквозь, разбивали, делали там кризис, но сами за счет этого шли в гору. Это раз. И, во-вторых, они начинали с чего-то совершенно нового. Некоторые, конечно, если взять белгейца, они покупали программы и передпродавали, но, тем не менее, тогда они не были развиты. Так что я очень надеюсь. Но я хочу вас спросить, отходя от моей персоны к вашей, кто есть вы? Вот это мой вопрос. И чтобы, да, вот именно в старости, давайте уйдем в крайность, представим, что нам уже где-то по 70, плюс 40, плюс 50 лет от сейчас. И вот что было тогда? Давайте задумаемся. То есть, кем был, кем была, тут есть девушки. Давайте попробуем ответить себе на этот вопрос. Ответьте мне, я хочу его слышать. Но, естественно, так как нас много, каждого не опросишь, голосование сделаем. И чтобы голосование было проще, пусть будет специалист, руководитель, вольный работник и владел компанией. То есть, когда-то, давным-давно, либо у меня все это действует, я владелец, причем единогласный, у меня весь пакет акций в моих руках, могу продать тому же самому гуглу и получить кучу миллиардов. Так вот, подумайте, кто из вас в какой сфере находится? Сейчас. Давайте. Или в 70 лет? Давайте. Нет, 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 нет. Именно в долгосрочной перспективе, не сейчас. Здесь не пахнет миллиардом почему-то среди этих вариантов. Почему миллиардом? Я владелец компании, которая владеет всем миром? В твоем случае продает наркотик? Здесь еще продал, не просто владел компанией. Нет, ну владел, я имею в виду, все-таки, может быть, я ее продал, стал миллиардером. Кто же знает, что ты с ней сделал? Может, просто слил. Что? Это, что я делал, кем я, до какого уровня я дошел? Куда я хочу развиваться? Нет, не в 70 лет, а в прошлом уже. То есть, докуда вы можете, вот ваше сейчас самое высокое плакать. То есть, докуда вы дойдете? Вы хотите быть техническим специалистом? Вы хотите быть менеджером среднего звена? Вы хотите быть аутсорсингом, работать? Либо вы хотите все-таки владельцем быть? Так что давайте голосуем. Первое. Кто за техническое, собственно, образование? Кто технарем хочет быть и остаться? Можно это все совместить в одном как бы? А почему? Почему? Потому что, если ты владеешь компанией, да, ты, наверное, будешь специалистом, руководителем среднего звена, вольным работником, но компания у тебя будет тогда из одного человека? Почему? Хорошо. Но тогда ты будешь все-таки компанией владел. Хорошо? Какая основная роль? Это не то, что основная роль. Это скорее... Так, принадлежительно. Специалист технический. Ну, так, специалист технический. То есть, это именно основная моя деятельность, докуда я не хочу париться о том, как продавать свой продукт. Значит, я технический специалист, я пишу код, правильно? Либо его... Да, кирпичи не нашу. Что? Либо кирпичи не нашу, тоже специалист технический. Нет, ну, в принципе, да, но так как у нас все-таки нету людей, которые работают на стройке такими... А ты же кирпичи не нашу. Но я же не кирпичи наши. Я проектировщик. Так, все-таки, специалист технический. Кто? Поднимаем еще раз руки. Так, я вот в процентном отношении буду брать. Я думаю, если я скажу, что это 25%, я не ошибусь. Ты кто? Специалист кто? Все, опускаем. 25% технических. Менеджер среднего звена, то есть я управляю в компании, но тем не менее я ей не владею. Поднимаем руки. Раз, два, три. То есть у меня нет ответственности личной за то, что я творю, собственно говоря. Я думаю, что это три человека, это, наверное, не будет. Один процент пусть будет. Почему пять? У нас от семидесяти. Три человека. А, ну да. Вот так вот они строительства работают. Я скажу шесть в таком случае, потому что именно так строительство работает. Если оно не уверено, оно ставит больше. Наемный работник, то есть аутсорсинг вечно по жизни. Кто-нибудь есть? Один, два. То есть это имеет в виду именно относительно IT или в целом? Это, конечно, относительно IT. Я не уверен, что я хочу быть относительно IT. А, хорошо. Хорошо. Быть человеком, который работает не по тыле, а по тылу. Ну как бы работать по себе. Да. Но не владеет компаний. Да. Таких человеков было раз, два, три, четыре. Четыре, скажем, семь процентов. Ну и давайте, кто у нас начальники, владельцы своих компаний, поднимаем руки. А в чем равенство? Плюс я владею. Компании владею. Ну так что? Ты там и там. А я хочу, чтобы работать, на яхте ездить. Ну так. Давай напишем мой варанг. Нет, ну ты можешь совсем... Так, ладно, поднимаем руки. Раз, два, два. Ну, где-то процентов получается около пятнадцати, наверное. А остальные? Интересно, где остальные? А остальные на яхтах? Нет, остальные на яхтах, если они не стали начальниками, я даже не стал. Так начальник, когда... Я думаю, это скорее кирпичи таскают по одному. Высший уровень, когда яхта, когда нужно работать. Начальник компании владел, я подразумеваю, в первую очередь, именно что он уже практически не работает. Он делегирует. Вот это большая разница. А следующий уровень, когда уже точно не делегирует. Ваши замечательные, давайте, и компании все-таки немножко по другому. Как? И то, что начальник не работает и пишет код, это, ну, крупная компания, возможно, да. Но в средней компании чаще считается хороший вариант, когда... Но тем не менее, ты... Хорошо. Хорошо. Но так я про них и говорю. Про тех людей, которые владеют своей компанией, думают о том, что они продают себя, свою работу, зарабатывают на этом деньги. И получают не зарплату плюс премиальный, плюс бонус, а получают реально прибыль компании. Как это сказать, что эти категории, они не совсем точно применимы к антиопостям? Хорошо. Потому что там все приоритет. Вам нормально, конечно. Так, а что тут? Ну, ладно, хорошо, не будем спорить. Это не суть важна, да? Суть важна, что я хочу, чтобы теперь подняли руки все, кто хочет владеть своей компанией, и немножко ее подержали. Так что давайте поднимаем еще раз. Вот мне интересно еще, что Захар не поднимает руку, потому что он все-таки, на моем мнении, как раз... Я не вижу здесь, так сказать... А где ты находишься? А как же наука? Как же, так сказать, семья? Нет, тут не про ценности речь. То есть, в основном, пускай, заниматься этой, но в данный момент времени, просто, как бы, я представляю против своего рассматривания жизненных достижений 70 лет через призму работы. Хорошо. Хорошо. Это портвально действительно заслуживает. Другой вопрос, что, наверное, у тебя семья питается где? Наверное, она зарабатывает сама себе деньги. Ты, не работая, зарабатываешь кучу денег, скажи, где получаешь их. Расскажи мне об этом. Расскажи всем об этом. Они все не будут работать. Я думаю, что мне все у тебя... Я могу. Да ладно. Слово. Я думаю, к тебе после моего выступления придет гораздо больше людей, чем ко мне. Но, тем не менее, ладно. Давайте поднимем все-таки те 15% людей, которые подняли один раз руку, поддержим, больше не комментируем. Да? Осталось всего 4-5. Хорошо. Так, держим, держим, держим руки. Держим, держим. Сейчас я вас буду отсеивать. Я, кстати, тоже один из них, который будет все-таки владеть компанией. Кто из вас собирается фирму открыть? То есть, подразумевается, что именно уже знает, чем будет заниматься. То есть, есть идея. Оставьте руки поднятыми, все остальные опустите. То есть, тот, кто не собирается, на какой славе фирмы может опустить. Да, именно. Молодцы, все остались руки. Так вот, можете, кстати, другие посмотреть, кто не поднимал, кто особенно находится вот здесь вот и наемник, хотя командир тоже в какой-то мере. Это работодатели. Потому что именно они будут давать вам работу. И вы будете получать от них пых и палк, плюс бонусы и плюс, может быть, опции. Ой, нет, вряд ли. Теперь, кто вот из вас, поднявших руки, у кого идея вне рынка инфотехнологий? То есть, это не продажа каких-то решений для других фирм, которые действуют в инфотехнологиях. Хорошо, хорошо. Молодцы. Посмотрели. Я думаю, что работодателю у нас осталось 15%. Это очень даже неплохо. Для этого они сюда, наверное, и ходят, чтобы посмотреть. Да, все, спасибо. Для этого они, наверное, и ходят, чтобы посмотреть, кто может на них работать. Но к моей цели, моего доклада, зачем я здесь, это расширить кругосор. В первую очередь, тех людей, которые не определились. И во вторую, которые хотят создать свою фирму, но не знают еще, где им, собственно говоря, находиться. И вот об этом, собственно, и речь. Давайте посмотрим о рынке в целом. Рынок я рассматриваю с точки зрения статистика АМИД, таким же образом, как и они рассматривают. Сейчас здесь показана сегментация рынка под тем основным показателем. И выделено 4 самых крупных. Крупных по доходу от продаж. Именно так делится на сегментацию рынка. Как вы думаете, где тут IT? 10-20. Ну, хорошо, давайте смотреть. Торговля. Понятное дело, сюда товар пришел, надо его продать по полной цене и плюс еще получить какую-то прибыль. Логично, очень много. Второе. Промышленность. Не IT. Промышленность в Эстонии есть. Больше того, я могу сказать, что у нас очень много интересной промышленности касательно, не знаю, инфотехнологий, не инфотехнологий, но тем не менее, для машин всякие аудиосистемы, подсчет времени проведения за рулем для больших грузовых машин и так далее. У нас очень развит этот рынок. Причем поставляют на Вольво, на Рено и так далее, и так далее. То есть промышленность у нас есть не только в строительстве. То есть график сделан? Да, да, забыл об этом сказать. График составлен по данным за 2008 год, именно те данные, которые сейчас открыты. То есть за 2009 их просто нету в открытом пользовании. Дальше. 10% это индустрия. Какая? IT, да? Строительство. Строительство, подразумевается, строительство всех домов. Здесь могу сказать, что строительство немного больше, потому что за счет того, что в промышленности, в производстве, также есть производство тех же самых бетонных изделий, стекла, стеклопакетов и так далее, и так далее, и так далее. То есть часть, она заходит на промышленность. То есть процент немножко больше. И последний. Логистика. Да? Еще раз. Это статистика оборота? Это Меги Тулу. Да. Это продажи. Обороты компании. Нет, не минус. Это именно все продажи, которые есть в компании. То есть оборот. 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 Это и есть оборот. В общем, мы все занимаемся чемпионами. Потому что в этом смысле с технологией больше не принимают нового. Почему? Ты продаешь свою рабочую силу. Это получается, что ворота расшивают сам по себе, потому что большую часть снимает с учителя. Мы посмотрим также рынок с точки зрения уже конкретных вещей. Так вот, где же инфотехнология? Инфотехнология занимает 3% зеленым цветом. Ой, я сказал зеленый. Отлично. Зеленый тут два. Но тем не менее, инфотехнология 3%. Теперь посмотрим еще раз, уже где находится программирование само по себе. Потому что инфотехнологии, это также в том числе телекоммуникации, то есть это все EMT, и же с ним, теле-2, и же с ним. Это вот все в 3%. Да. Можно вопрос. Это значит, что это в виде тулови тех, которые зарегистрированы как для GP3, да? Да. Например, тот самый Азербанк, в общем, я делаю те же самые... Да, 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 да. Прошу. Например, скайп? В скайп он войдет 100%. Это телекоммуникация. Телекоммуникация, да. Я думаю, что это приезжало, или это сижу. Не, не, не. Слышно мне статьи? Я серьезно. Ну так, ладно, давайте дальше пошли. И где мы программисты находимся, точнее вы программисты находитесь? 0,73%. Это реально продажи IT-фирм. Дальше. Самое интересное, что сравнивать я буду с проектированием в первую очередь. Почему? Потому что, как кто-то в докладе, нужен ли нам архитектор, сравнивал проектирование строительное с программированием. То есть, архитектор там, архитектор здесь, специалист там, специалист здесь. Посмотрим его. 0,53 на 0,2 меньше. И что еще хочется сюда добавить? 0,21% не к проектированию, а вообще к докладу. 0,21% от всего оборота – это запад. Это интернет-продажи. То есть, они находятся в продаже, тех 44%, но их объем очень маленький. Это значит, что рынок очень сильно должен развиваться. Потому что все двигается туда, это очень популяризируется. Должны мы туда двигаться, я думаю, что это будет расти, и сейчас в 2010 году явно эти цифры больше. Теперь давайте посмотрим по-другому. Здесь я вам показываю уже прибыльность, то есть доходность предпринимательства. Это значит, что это пуха с кассом. Это чистый доход, значит, мегитулу минус все расходы. Тоже интересно посмотреть, потому что здесь уже становится все более или менее на свои места. Инфотехнологии, заметим, 12% от всего объема доходов в Эстонии. То есть, очень даже неплохой результат, особенно если учитывать, что это всего лишь 3% от всех продаж. Но что интересно и примечательно, что наука, как я ее охарактеризовал, это те самые 3%, в которых находится проектирование. Наука, это значит у меня, что люди с высшим образованием, они поставлены в отдельную категорию, и она отдельно показана. Инфотехнологии, это не слышно. Не-не-не, они просто показаны были в инфотехнологиях. Я не хочу ничего сказать такого. Тем не менее, замечу, что промышленность 22% получает доход, торговля реальный доход 19% от всего, и строительство 0,43% всего лишь. Почему? 2008 год был как раз год кризиса. Все фирмы практически списали все свои минусы в этот год. Так что, эта цифра, она здесь, наверное, стоило бы 2006 показать на всякий случай. Но я решил, что давайте говорить честно, по последним данным, 0,43% строительства всего лишь получает доходы. Посмотрим дальше. 0,64% это программистов. Это та доля дохода, которую получаете вы. Потому что в основе программистов это те, которые делают по заказу все, вот эти аутсорсинги. А как таковых предприятий, стартапов или предпринимателей, которые в технологических секторах, их нет. Но она зарегистрирована фирмой аутсорсинга. Она зарегистрирована как? Как фирма в IT-технологии. Да, я просто хочу тебе объяснить, что... Я не знаю, я не могу еще, до сих пор вижу месседж, который ты хочешь нам сказать. Но в месседжии хочу показать, что, ребята, у технологии денег нет. Вы программируете в том месте, где нет денег. Так вот я тебе хочу сказать, что это не так. Потому что в Эстонии просто нет технологий. Вот та, вот та сектор, которая там должна быть, она не разная. Если мы не будем его развивать... Вот это я и хочу сказать в конце концов. Ты уловил месседж. Молодец. Так вот, посмотрим теперь проектирование. 0,95%. Больше, чем у программирования. И 0,09% это доходность от интернет-продаж. То есть, действительно, интернет-продажи у нас сейчас денег не несут. Вот что я хочу сказать. Но вопрос относительный. Я потом покажу, почему. И теперь мне хочется уже перейти от общей картины к специалистам, которых я смог выделить из статистики, которая есть. Не все специалисты, но, тем не менее, достаточно много, чтобы их понять. Интернет-магазины, так как они отдельно, я их отдельно не ставлю, 9%. Программисты, наверное, это аутсорсинг, как вы меня поправляете, хорошо. 32% от рынка. Это, опять-таки, Мюгитулу, да? То есть, все продажи, которые они делают. Дальше. Смог выделить юристов. 7% всего лишь от Мюгитулу. Бухгалтера. 11% у нас все любят считать. Консультанты. Консультанты. Это консультанты высшего звена, скорее всего, обучение и так далее, и так далее, и так далее. И проектирование занимает 24% от всего потока денег, от всех оборотов. Этих фирм. Этих фирм. Что? Фирм. Нет, нет, нет. Здесь сравниваются именно вот эти... Сколько? 6. 6 штук, да? Только эти. Да. То есть, это разделение по ним. Больше я просто выделить физически не смог, потому что там нет отдельных статей. Дальше посмотрим. Теперь доходность. Доходность, то есть, реальная прибыль этих предприятий. Программисты. 16%. Юристы 28%, бухгалтера 13%, консультанты 17%, проектированные 24%. Проектирование больше. Вроде бы, интернет-магазина всего лишь два. Но теперь вот это самое важное посмотреть. Доходность относительно фирмы. То есть, сколько реально предприятий юридических, сколько реальных интернет-магазинов. Кстати, могу сказать, зарегистрировано 155 магазинов. Таких не только интернетовские, но они, скорее всего, все в интернете. Те, которые продают по каталогам, по почте. Ну, по сути, да, их, наверное, объединяет, что они продают по почте. 155, да? И теперь, если на фирму посмотреть, вот здесь уже более реальные цифры. То есть, их можно уже действительно оценить, сверить. И вот я вам могу сказать, что если посмотреть программисты доход и проектирование дохода, они очень близки. Интернет-магазины, я думаю, что это те же самые программисты, их делают. И они готовы на те же самые доходы, что и в предыдущей своей сфере. Да, они перешли в продажи, но, тем не менее, они ищут доходы примерно такие же. Вот юристы меня очень радуют. Здесь не процент зарегистрированных предприятий, а доход, деленный на количество предприятий. То есть, относительный доход на одну фирму. И получается, что юристов 7% всего рынка, они получают доход 45%. Замечу, этот доход не значит, что это продажа. Так, консультанты вообще практически не получают, бухгалтера просто считают и ничего не зарабатывают. Проектировщики я уже сказал. Теперь давайте посмотрим про оборот. Оборот в Европе считается хорошим, если он достигает где-то около 75, в пределах от 75 до 100 тысяч евро. Это в Европе считается нормальным показателем. В Эстонии, замечу, все средние показатели ниже этого уровня. Только интернет-магазины, но опять-таки, за счет чего? Они продают товар, который они где-то купили. Маржа сверху. Маржа, как мы видим, в принципе, сопоставлена с программистами. А эти аналогные физические предприятия, что на 75 тысяч евро в месяц, в год, в день? В год, в год, в год. 75 тысяч в год на сотрудника. На каждого работника? Да, на каждого работника фирмы. И вот это тоже на каждого работника фирмы. Но в эстонских деньгах. Это в чем? В тысячи? В тысячи. В тысячи. То есть 2 миллиона 771 тысяча – это интернет-магазины доходят на одного. Но интернет-магазины чем отличаются? Тем, что у них практически все фирмы одного человека. Один, три. Все. Программисты. Они действительно лидеры. Они зарабатывают на одного человека больше всего. Юристы близко к этому. Бухгалтера бедные, несчастные. Консультанты вроде бы тоже нормально. Проектирование 647, столько сколько есть, меньше, чем остальное. Что? Это оборот на одного человека в фирме. Я сейчас сказал что-то другое, да? Да, да, да. Это оборот. И теперь посмотрим, наверное, отвечу на тот вопрос, который не задавали. Я хочу узнать зарплаты. Нет, я их уже вижу. Я знаю, что это в год на одного человека пыхий палк. То есть с вычетом налогов. Тех налогов, которые видите вы. Скажем так, это не все налоги. Социально здесь не учтем. И получается, что интернет-магазины себя очень сильно занижают. Но скорее всего для того, так как это фирма одного человека, двух, трех максимум, они все являются владельцами фирмы. Поэтому они платят себе как можно меньше. И из доклада Захара мы это прекрасно слышали. Зачем платить налоги? Я тоже не понимаю, тоже этим занимаюсь. Второе. Программисты. Вот программисты это наемные работники. И здесь это очень правильно замечено. 257 тысяч, среднее. Это среднее, да? Если вы получаете больше в год, я думаю, где-то в среднем 350 тысяч. Это не говорит о том, что у вас должна быть ниже. Это говорит о том, что есть люди, которые получают меньше вас. Вот и все. Юристы. Юристы получают, как ни странно, я оказался в шоке, 202 тысячи... Что? Юристы же они все в доле. Вот, скорее всего, поэтому. Да. То же самое, что с интернет-магазины. С интернет-магазины у них нет достаточно этих... Как нельзя сказать? Скиллзов. С перейсовы достаточно, чтобы попасть в партнерство. А только нарабатывать им партнерство, то есть... Попасть в партнерство. Возможно. Так, тем не менее, бухгалтера, бедные, несчастные, им вообще не платят. Это реально. У них нет ни прибыли, ни дохода на человека. То есть... Я бухгалтерам сочувствую, честно. Консультанты обычно тем людям, которые вам преподают что-то, говорят, типа, групповая работа – это хорошо, и научат вас этому. Это все очень низкооплачиваемо. Они сами очень демотивированы. И когда они говорят о мотивации, это говорит только о том, что они брут. И проектирование, в принципе, 183 – это, получается, три четверти от программирования. Имея зарплату в 20 тысяч в 2008 году плюс машина, это делает 25 тысяч. Я могу предположить, что я бы в вашей отрасли зарабатывал где-то около 32 тысяч брут. Вру. 27 брут у меня было. 27 плюс 5, получается 32. 32 умноженные... Ну, плюс еще одну четверть, получается, где-то около 40. Кошмар. Тем не менее, это реально то, как можно сопоставлять. То есть вы можете посмотреть свою зарплату и на проценты умножать вот на эту долю и знать, что если бы я был бухгалтером, я бы ничего не получал. Так что радуйтесь, что вы именно там, где вы находитесь. А вот продавцы магазина, что это там? Там есть такой, да. Вот их нет, они в Каубандус, но их выделить невозможно. Так что, поэтому я только шесть... Ну, не знаю, не знаю, какое у них законодательство. Они должны продавать... Ну, Амазон явно не находится, да. Но тем не менее, они ставят Каиби-Макс эстонский. Скорее всего, платят в Эстонию. Я думаю, что это европейское законодательство есть. Да, есть. Во-первых, европейское, если оно из-за рубежа приходит, Каиби-Макс платит в стране, куда оно импортируется. И она будет в этой статистике, соответственно. Это брутто только для того, чтобы ответить на вопрос о том, что. Но времени очень мало. Да, да, да. Да, я всем лет занимался статистикой цифрами. И делался вот так вот. Почему? Вот к этому. Что такое инвестиция, откуда она берется и для чего я вот это все рассказываю? Скорее всего, про строительство в итоге доклада не будет. Так вот, где деньги, собственно говоря? И вот об этом я и хочу ответить. Инвестиции, как здесь сказано, это долгосрочное вложение капитала. Где есть капитал, там, возможно, есть инвестиции. Вот это очень важно. И получается, что действительно капитал есть. У юристов те свободные деньги, которые они могут вложить в свой бизнес, чтобы зарабатывать еще больше. Дальше. Проектировали 15%, программисты 13%. Очень сопоставимо, очень близко. Интернет-магазины могут в себя вкладывать, если бы могли. Бухгалтера 7% и консультанты. Вот именно зачем. Поэтому они и не тратят на них. Но мы видим, что если бы можно было что-то придумать, я думаю, что этот рынок очень интересен. Но теперь сопоставим уже два графика для того, чтобы понять, а где оптимизировать можно. Оптимизировать – это значит, чтобы увеличивать их доход за счет того, что они меньше тратят своих ресурсов. Правильно? И вот здесь вот получается уже более интересно. Если посмотреть программисты, 32% – это их мюнгитулу, это их оборот, то прибыльность только 13%. В принципе, говорит о том, что есть куда инвестировать. То есть есть вот это вот место для того, чтобы вкладывать деньги, для того, чтобы получать больше доход. Фирмы недостаточно получают его. Интернет-магазины 9-12. Честно, говорит о том, что примерно сопоставимо, значит, наверное, вряд ли они будут оценивать какие-то более интересные решения, более оптимальные для того, чтобы сократить свою работу. Потому что они и так зарабатывают примерно столько же от количества денег, которое можно заработать, сколько они получают в обороте. Теперь юристы, они очень хороши, потому что, ну, действительно, 7% всего оборота, но заработок 45%. У них очень много свободных денег, но тратят они их на машины, на дома, машины, девушек и так далее, и так далее, и так далее. Бухгалтера. 11% оборота, 7% прибыльности. Говорит о том, что есть куда двигаться. Консультанты. Если б можно было, наверное, они бы очень были заинтересованы. Поэтому появляются ЭКОЛЬ, в интернете у нас каких только обучений нет. Правильно? Это мы видим, и это очень хорошо показывается в цифрах, что это надо им. И вот проектирование, 24 оборота и всего лишь 15% прибыльности. Вот это тоже говорит о том, что проектирование готово к тому, чтобы оптимизировать свою деятельность. Делать ее как можно быстрее, эффективнее и так далее. И если посмотреть весь рынок, вот здесь оптимизации подлежит практически весь строительный сектор. Все, что только можно. 10% от строительства, от оборота приносит свою 0,43% от прибыли. Это говорит о том, что они очень заинтересованы, они просто голодны до этих решений, которые могут быть там. Если посмотреть все остальные сферы, ей-богу, такого не наблюдается абсолютно. И вот строительство в частном, в частности, я, наверное, вот тут всего пару слайдов покажу, не буду рассказывать обо всем. 8 317 фирм есть в Эстонии зарегистрировано. 8 317. Это все потенциальные клиенты. Отдельные. На них не надо тратить на маркетинг. К ним пришел, сказал, они, скорее всего, у вас что-нибудь закажут. У них же не все нету денег, они же на грани банкротства. Так нет. На грани банкротства, вот, наверное, об этом я только сквозь скажу. 1427 – это фирм в проектировании. Для сравнения, 1103 фирмы – это инфотехнологии. То есть, реально очень близко, очень сопоставимо. И вот теперь вот о кризисе, и, наверное, на этом я и закончу. Ликвидность, банкротство, неопределенность, плохое настроение – это все именно то, что происходит в строительстве. Это минус. Ликвидности нет, это значит, нет свободных денег. Они платят за опоздание. Банкротство на грани – это значит, что у вас личные резки будут, если вы будете работать со строительным рынком. Надо выбирать хорошо партнеров. Они есть. Неопределенность – просто никто не знает, что будет через два года. Настроение – ну, тут ничего не поделаешь, надо доказывать, надо показывать на цифрах. Это, кстати, особенность строительного рынка, что никто на чистом энтузиазме ничего там не сделает. Даже пальцы на пошире. Но цифры им покажут, цифры им докажут. Это достаточно для того, чтобы двигаться. А вот теперь о плюсах. Голодный рынок. Что значит голодный? Это значит, что они хотят оптимизировать, они хотят видеть прибыль. Они готовы сделать что угодно, что ты им скажешь. Это огромный плюс. Развивающийся рынок. Кризис откинул нас назад с точки зрения прибыльности. Но это как раз то, что заставляет думать строителя о том, что надо что-то делать новое. Перемен. Строители думают уже как ваше. Спасибо. Не поверишь, строители думают больше того, куда больше, чем программистов. Успех. Тем не менее. И, наверное, на этом я закончу. А может, ты перестанешь? Наверное, спрос. Да, наверное, вот на этом я все-таки закончил. Упрощение, оптимизация, прозрачность и анализ, это все очень интересует строительный рынок. Упростить работу, то есть, как можно меньше трудозатрат. Оптимизировать работу. То есть, как бы это сказать, опять-таки меньше трудозатрат, да? Прозрачность. Что-что? Как бы это так попроще объяснить, основной кризис, насколько я понимаю, имеет место быть по причине того, что уже построенное жилье не идет. Как следствие этого, ни одно внедрение эти технологии ничего в этой ситуации не меняет. Очень сильно меняет. Давайте я покажу на примере числа настоящих. Но мне очень, я очень коротко буду это делать, сразу вот вам скажу двоим. Во-первых, квартир уже нет. Во-вторых, кулдала начинает строиться, скорее всего, уже этой осенью. На нее есть спрос уже сейчас. И это как раз говорит о том, что уже начались подвижки вперед. Рынок голодный, потому что они сейчас не хватает нам денег. Они глотают наживку. Вы любое решение, которое сможет сделать вот эту прозрачность в компании, а это в строительстве практически нет. Любое решение, они проглотят с удовольствием. Не заплатят сейчас. Прозрачность. Имеет место быть с точки зрения тех людей, которые должны будут обеспечивать прозрачность примедления этих IT-систем. IT-система снижает стоимость, как следствие этого, она захлопывает определенное количество мест. Заставить людей отказаться от собственного рабочего места в пользу IT-системы. Поверь мне, любой строитель, то есть владелец компании, любой, будет очень сильно заинтересован. Ему все равно, сколько у него рабочих. Его подчиненные будут саботировать. Его подчиненные подчинятся. На то они и подчиненные. Их можно сокращать, но это как бы уже в дальнейшем. Собственно, есть ли какой-то анализ по поводу того, насколько в принципе возможна эта оптимизация, в том плане, что насколько большую часть расходов содержит в строительстве расходы на рабочую силу, а не на материалы. Вот это я не могу сказать тебе. Мне понравилось как бы то сравнение, что если сравнить с программированием, опять-таки, я скажу только про проектирование в частности. Вот проектирование практически не развито. Оно как ребенок. Если вы, когда говорите о том, что надо что-то внедрять и так далее, что технологии устаревают, они проходящие, вы это все понимаете все и ни у кого нет возгласов, то в строительстве такого нет. Люди не понимают, они, может быть, в какой-то мере не готовы сейчас меняться, это проблема строительного рынка, но тем не менее, очень много возможно поменять. Я хочу, мне кажется, сравнивать строительство с IT практически невозможно. Причина очень большая. Одна, это программируешься, когда ты виртуальный товар, ты в один раз написал, и можешь сколько угодно продать кому угодно. Тебе ничего не нужно делать, чтобы его продать. Ну, не продать. Тебе ничего не нужно делать для того, чтобы вместо, если ты одну коду не делал, продать здесь. То есть, вот это, ну, нашли. Проектирование это стопроцентно копируется, это раз. Я говорю про проектирование, я сравниваю те цифры, которые были, проектирование и программирование, это раз, которые вот явно были показаны. Я показал, что 0,43% это именно в строительстве, потому что туда все минусы ушли. И, что я хотел сказать сейчас, сравнивать их можно, потому что, во-первых, проектирование так же продается, как и, и, больше того, особенно мне понравился твой комментарий насчет того, что ничего не надо для этого делать. И, опять, Zero Turnaround, сделаем им рекламу, они не смогли продавать свой продукт в должной мере, потому что они ничего не делают. Когда пришел маркетолог, начал что-то делать, начал продаваться продукт. Мне это тоже не надо, я проектирую. Мне нужно заново делать эту инвестицию с программированием на продукт уже проектовый код. Ты в один раз написал, написал. Ну, что, пап, я понимаю, может, много домов или знаковых. Если мы все-таки... Антон, мы сейчас можем конкурировать. Давай. Если мы на секунду вернемся к теме доклада, как она аккорировалась, так, чтобы такой бриф, топ-3, скажем, технологических направлений для решения, в котором нуждается строительство на данный момент. МРП системы — это самые дорогие системы, которые есть, которые, несмотря на кризис, внедряются до сих пор, тратятся на них 400-250 тысяч в этих пределах. 250, потому что программисты есть некоторые, не вы, надеюсь, которые свой труд не ценят. Это первое. МРП системы — те же самые деньги, тоже нужна. Она тоже внедряется, даже сейчас, несмотря на кризисы. Третье — это, наверное, проектирование уже нужно. Там уже CAD-система. Что такое наше? МРП — это материалы ресурс-план. Вот это вот лучше открываем Википедию и читаем статью про МРП и МРП, потому что сейчас она считает еще четыре. Я просто просил, конечно, что право, но вообще не надо. Я дальше спрашиваю. Маленький комментарий, потому что я сейчас немножко смотрю, это достаточно близко по мне, потому что другая роль будет. Коментарий в честь в том, что как раз по блоку МРП и МРП системы. Очень много строительных, предможенных, астромощенных, которые где-то покупают, используют, но самая главная, самая большая ошибка, которую я слышу, многие фирмы, это исследования еще российского МРП по искусству, они на самом деле их не внедряют. То есть вот эта, Джон Кермиша, внедрение, она полностью отсутствует. Там даже не внедрение, на мой взгляд, там отсутствует самое важное, инженеринг-бизнес-процесс. То есть они, возможно, даже внедряют, и, возможно, оно даже стоит рядом с производством. Вот сейчас это уже начало меняться. То есть пять лет назад... Что? Кушать хочется. Именно. Потому что есть кризис, и потому что наконец-то наступили те времена, когда действительно деньги просто так не тратятся. То самое страшное заключается в том, что он закончился якобы. Якобы, якобы, якобы. Я думаю, что он продлится еще несколько лет. Но, тем не менее, спасибо за внимание. На этом я закончу. Единственное, у меня есть вопрос, помимо того, что у вас есть прекрасная традиция. Я показывал фотографии, где я где-то был, отдыхал. Кто назовет место? Вспомните? Как это выглядело? Все, молодец. Это была Англия, Девон. Это...